Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. История с продолжением. Самарцу Илье Штакалову отдали бронзу Олимпийских игр 2016 года в Рио. В соревнованиях погребли на Каное. Тогда третье место занял Сергей Тарновский из Молдавии, а Штакалов был четвертым. Однако через несколько дней выяснилось, что допинг-проба Молдаванина дала положительный результат. Тарновского временно отстранили, а после дисквалифицировали на 4 года, лишив бронзовой медали Олимпиады в Рио. Тем не менее, самарского спортсмена не могли официально признать бронзовым призером, пока не закончатся все юридические разбирательства. Это заняло почти год. В Чите завершился Кубок России по стрельбе из лука. В состязаниях участвовали более 250 спортсменов из 17 регионов России. Среди мужчин в дисциплине «Булочный лук» серебро завоевал рядовой спорт роты самарского филиала ЦСКА Рыкзен Дугаров. По итогам этих соревнований сформируют сборную команду России. Ей предстоит выступить в Берлине на этапе Кубка мира, на Всемирной универсиаде в Китайском Тайбэе, а также на Чемпионате мира в Мехико. Гэндбольная лада пополнилась шестью новыми опытными игроками. Контракты с клубом заключили 21-летняя Анастасия Лагина, бывшей галкипер столичного луча, и 22-летняя Мария Керчакова, выступавшая за Ижевский университет. Еще двух игроков в Тольятти взяли на просмотр, причем обе до прихода в ладу выступали за рубежом. Кроме того, в межсезонье ряды тольяттинской дружины пополнили Ксения Дьяченко из Кубани и Наталья Иванова из «Звезды». Не исключены новые приобретения и по ходу предсезонной подготовки. Сейчас гандболистки лады проходят медосмотр, а первая совместная тренировка обновленной команды состоится в субботу 15 июля. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.